38% россиян продолжают использовать телевидение как основной источник получения информации. Свежие данные от прокремлевского Овцома подвезли. Ну что можно сказать, я не удивлен. Россия хоть и самая богатая страна на планете, но уровень жизни большинства у нас по-прежнему сопоставим с уровнем жизни в каком-нибудь недогосударстве в Африке. Об этом Овцом почему-то предпочел умолчать. Ну а дальше совсем просто. Там где бал правит нищета, говорить о высокоразвитом обществе не приходится. Хотя бы потому, что денег на поездки куда-то у людей нет. На развлечения тоже. Интернет и спутниковое ТВ для огромного количества наших соотечественников. Все еще, вы не поверите, атрибуты сладкой и даже роскошной жизни. 21 век на дворе, третью декаду разменяли, а для некоторых вот эта вот круглая хреновина по-прежнему считается дорогой игрушкой. Про хороший компьютер или там смартфон вообще молчу. Вотка и телевизор с 20 цифровыми каналами. Вот что оставили скрипцу благодетели. Интернет они в *** ставят, интернет. Он на мою *** не нужен, интернет ваш. Скажу как молодой отец, знаете, мой ребенок сейчас познает мир. Для того, чтобы понять этот мир лучше ей, в смысле моей дочери, нужно все посмотреть, причем лично. Потрогать, попробовать на вкус. А вот этого как раз у огромного количества скрипцов нет и не было. Неоднократно говорил, но повторюсь, 7% наших соотечественников только имеют загранпаспорта. То есть подавляющее большинство граждан никогда не были за границей. Половина из них и вовсе за пределы родного региона не выезжала. Ну и что эти люди могут знать о том мире? Только то, что рассказывают в ящике. Для них это единственная окошечка за линию горизонта. И это ни разу не повод для гордости. Посему, на мой взгляд, тут была бы уместнее другая формулировка. Я про результаты опросов ЦИОМа для 38% россиян, прозябающих в нищете. Телевизор единственная возможность побывать хоть в какой-то другой жизни, которая тупо проходит мимо. Начинаем! Ну а жулики, в свою очередь, очень удачно бедственное положение сограждан используют. Тотальная нищета помогает оплодить тотальную глупость. Почему у нас несменяемость власти, при том, что мы живем с каждым годом все хуже и хуже? А потому что дурак – самая ценная в мире валюта и самый прочный фундамент для любого дворца. Кстати, что представляет из себя Россия сегодняшняя? Да иллюзорный, вымышленный мирок, который существует исключительно вот в этой коробке. Там каждый день рывки и прорывы. Там Владимир Владимирович одерживает победу за победой. Один из последних, ярчайших примеров, пожалуйста. Я, когда он ее прочитал, ухахатывался до слез на полном серьезе. Готовы? Короче, данное сообщение пропагандисты распространяли по итогам телефонного разговора Путин-Байден. Он, напомню, состоялся в начале недели. Читаем вместе. «Победа Кремля! Что СМИ писали о переговорах между Россией и США?» Этот заголовок интригует и верно. «Ну, что конкретно писали те писатели, давайте опустим. Пожалею ваш мозг, предлагаю почитать, в чем тот триумф заключался. И сейчас держитесь за что-нибудь, потому что будет изюм. Даже без американских уступок это все равно своего рода победа!» «Объясните мне тупому как!» Давайте на пальцах. «Жили-были два президента и возникли у них однажды друг к другу вопросы, связанные с геополитикой. Мужчины решили пообщаться по этому поводу, дабы расставить все точки над «и», но переговоры ничем не увенчались, то есть проблема осталась. Но если бы только эта проблема осталась, тут ведь два дня на бирже происходит, черти что, на фоне вот этих вот недопереговоров, которые ничем не закончились. Сначала Путин, Байден, повторюсь, затем МИД России с представителями НАТО пытались о чем-то договориться. Вот на фоне всего этого произошло резкое падение акций, российских ценных бумаг понешевели в среднем на 8%. Что это значит? Это значит, что экономика наша еще на 8% обвалилась, она перед Новым годом просела, сейчас вот снова проседает. Так в чем победа-то, ёпыр-эсэте? Есть тут умные люди, которые мне бестолково бы смогут ту непонятку разживать, а впрочем, не нужно. И так ведь все все понимают. Для производителей пропагандистской тухлятины отсутствие результата переговоров – это вообще не повод заморачиваться. Да, какая разница, чем они там закончились? Главное, что победил-то наш царь. Почему? Да потому что задача стоит такая – царю нализывать по поводу и без. Ну и чтобы пипл хавал, а пипл хавает. 22 года людей в России оскинивают – такова политика государства. Ну и вот сейчас я вас расстрою – противостоять этому бесполезно. Потому что сектанта можно вытащить из секты только когда он сам этого захочет. А мы пока как наркоманы убиваем себя, но виноватых ованов наши близкие ищут почему-то где-то на стороне. Это реальная журналистика «Россия без будущего». Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ой, слушайте, а Попова чего тут намедни отмочила? Я теперь ее люблю даже больше, чем Голикова. Но издалека попробую начать рассказ. Предновогодняя суета. Приятные хлопоты. Жулики и воры пошли нам навстречу и отвязались. Наконец, с этими антиковидными ограничениями. Потом 10 дней каникул. Почти месяц граждане России жили как нормальные граждане. Без намордников, без цепей в виде клейма, справок и отрицательных ПЦР-тестов. Без бультерьеров, гестаповцев. Про модную болезнь, что всех задолбало, никто в уши не гадил. Люди снова почувствовали себя людьми. Дурман из голов начал улетучиваться. И тут на сцене появляется перепуганная Попова, осознавшая, если так пойдет и дальше, контроль над рабами потеряется. Правда, вот поспешила мадам, потому что такую чушь понесла, господи. Ну когда они уже хотя бы ахинею нести нормально научатся? На сегодняшний день в нашей базе материал и секвенсы от 305 человек. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению и растущему выявлению количества случаев, связанных с COVID-инфекцией, до шестизначных цифр. Шестизначная цифра, как вы понимаете, это более 100 тысяч заболевших в сутки. Вот даже идиоты затем над Поповой смеялись, не понимая, как у нее тот пазл сошелся. За 10 дней выявили 305 случаев, среди с чем в ближайшее время ждем 100 тысяч заболевших ежедневно. Из чего, блин, сие следует? Какими математическими законами это недоразумение руководствовалось? Или что получается? Я вот тут в празднике 300 рублей нашел, значит, совсем скоро по 100 тыр начну находить. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ладно, надоело о глупостях, давайте о серьезных вещах. А вы ведь тоже обратили внимание, что против этой антиковидной шайки, Голиковой, Мурашки, Поповой, Гинсбурга, поперли уже не только простые смертные хайпажоры типа оппозиционного толка. Провластные депутаты и чиновники на местах не хотят возвращать эти предновогодние ограничения. На уровне губернаторов об ООН им уже заговорили, а в некоторых регионах и отменили их совсем. Меня завалили вопросы, мол, что думаешь к добру? Нет, ну давайте порассуждаем. А все очень просто, как мне кажется. Дело в том, что страдаем от тех ограничений. Ну, от введения куку-кодов, например, не только мы с вами. Каждый региональный чинуша, каждый местечковый депутат и так далее владеет каким-то бизнесом там же, у себя в регионе. И вся эта антиковидная бомбежка по Воронежу бьет и по их карманам тоже. Изначально, подозреваю, братва надеялась, что эти, ну оттуда, дадут им какие-то преференции за прилежное выполнение приказов. Может быть даже деньгами поделятся, которые горького икона вакцинации пилят? Одного не учли, упыри слишком жадные. Плюс не привыкли платить по счетам. Да и кому платить-то? Они ведь на полном серьезе считают себя белой костью, для которой все эти губернаторы ни разу не ровня. Депутаты мэры местного пошиба тем паче. Эти их точно так же, как и нас, презирают, считают холопами, обслугой, мелочью, косопузой. Вот мелочь, похоже, и начала прозревать. Они же видят, что игра ведется в одни ворота. Да и элитки местечковые неудобные вопросы задавать начинают. Мол, алё, губернатор, сколько этот беспредел будет продолжаться, я бабки теряю. Ты просил, мы сделали, что взамен? А последнему ответить нечего, потому что он приходит наверх, а ему иди отсюда, понадобишься, вызовем. И не надо тешить себя иллюзиями, мол, как, ну они же все в одной лодке, типа в одной партии состоят. Да нет. Ни в одной лодке ребятишки глупыши так только думают. Вот только белая кость из ближнего круга всегда плыла в лодке позолоченной с моторчиком. Вся остальная шушера на весельном плотике поодаль еще раз. Они холопами, ребят, считают и на тусовку для приближенных звать не собираются. Очень надеюсь, что эта косопузая недоэлитка действительно просекла афишку. И вот тогда нас с вами ждут по-настоящему интересные времена. Ну и чтобы не на грустной ноте, пару слов о рывках и прорывах. И еще, а вы в курсе, что нынешний Новый год стал для скрепдержавы рекордным за всю историю? Знаете, по какому показателю? По числу займов, ребята, рассказываю. В декабре объемы выдачи потребительских кредитов населению достигли почти, внимание, полутора триллионов рублей. Это рекорд за 30 лет. Ух ты. Прикиньте, в какую позу мы встали с колен, если люди, дабы собрать новогодний стол, за кредитами шли. Ну разве это не скрепа? Все. Переваривать это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока-пока. ПОДПИШИСЬ!